друзья всем привет сегодня копка картошки смотрите какая земля только что недавно прошлую ночь прошли дожди и вообще завтра тоже опять обещают дождь земля мокрая очень мокрая у меня она такая рассыпчатая но все равно картошка мокрая буду пробовать копать тещей она не боится сырой почвы посмотрим как она пойдет в корзинку попробую много земли будет идти тогда буду сыпать просто в рядки чтобы подсыхала ну в общем смотрим подгоняю трактор и копаем друзья перед началом копки для новых подписчиков хочу показать чем я буду копать а также принцип работы моей самодельной копалки под названием теща а для постоянных зрителей обновить память итак привод копалки идет от вома моего самодельного мини-трактора на валу копалки спереди проточен экцентрик его ход всего лишь 6 миллиметров колебания от него через промежуточный вал которому приварены рычаги передаются на нож копалки через тяги на концах которых установлены 201 подшипники сам нож закреплен на саленблок нож выполнен из листового металла толщиной 3 миллиметра на режущую часть наклепана полоса от деревообрабатывающей широкой ленточной пилы ножу со внутренней стороны приварены прутья толщиной 10 миллиметров длина против 20 сантиметров ход ножа рабочая не составляет полтора сантиметра конструктивная особенность этого ножа в том что он сделан с обратным конусом то есть заход у него 50 сантиметров а выход 68 сантиметров по концам против благодаря этому на копалке полностью отсутствует бульдозерность то есть та земля которая в него заходит не поднимается а рассыпается далее от первичного вала через понижающие зубчатки вращение передается на вал барабана на барабане максимальные обороты 60 оборотов в минуту при максимальных оборотах в ома 540 оборотов значит понижение идет в 9 раз зубчатками на валу приварены два ряда прутьев из 12 арматуры и на нее на горячую одета пластиковая прозрачная с кордом трубка что исключает повреждения клубни зазор между барабаном и прутьями ножа при работе не более двух с половиной сантиметров как видите концы прутьев выходят за кожух барабана тем самым выполняет две функции первое не повреждает картофель и второе очищает промежутки между полосок от земли кожух сделан из полосок тоже не случайно по полоскам картофель легче скользит и не заклинивает и тем самым не повреждается ну что друзья приятного просмотра смотрим как она сейчас копает друзья как я и думал земля оказалась очень влажной и не просеивалась забрасывала полную тачку поэтому дальнейшая копка будет проходить без тачи сразу на поле так Продолжение следует... 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 Ну вот, друзья, эпопея 2023 год, копки картофеля закончилась. Конечно, есть такие экземпляры, впечатающие тоже, как всегда, по 500, вот это может быть даже по 700 грамм картофель урожая. Несмотря на то, что была засуха, плюс еще картофель подморозило, оно зашло было сантиметров 20 уже, и стукнул мороз. Ну вот, смотрите, такой, это точно, грамм 800 даже. Ну так, выкопал каждый рядок. Сейчас надо будет собирать. Земля, конечно, влажная, ну и колеса эти, да, буксовали. Трактор не хотел, веса не хватает. Немножко буксует, как вес поддает сзади, подойдет. Ну а копалка безукоризненна. Она любую грязь берет. Любая засоренность, думаю, она берет. Теща есть, теща. Кума, конечно, у меня тоже хорошая. Ну, кума, я думаю, здесь, во-первых, участок очень короткий. Здесь вот цветы растут. Кума никак не поместилась бы. Пришлось бы копать просто копалкой гропотной. А вот и у нас проверка пришла, да, Пика? Ну что, все, удалось копка, да? Пика. Пика. Это мой талисманчик. Всегда, когда я копаю картошку, она всегда присутствует при этом. В прошлом или позапрошлом году она проспала. А в этом году нет. Покажу в конце еще, сколько получилось картофеля. Ну, я думаю, здесь полтонны как минимум будет. Килограмм 500 точно будет. Здесь уже полуредка я выкопал руками. И пришлось еще, чтобы вот это место, где земля, пришлось тоже выкопать руками. Один ящик получился. Потому что здесь уже тоже цветы мешали, чтобы положить копалку. Немножко землей присыпает. Сверху. Но она вся в этом рядку. Смотри, ничего нету больше. Я знаю. Смотри. Смотри. Продолжение следует... Кажется мелочь, полсотки. А сколько время, чтобы собрать? Я говорю, кажется мелочь, полсотки. А сколько времени, чтобы собрать? Больше, чем выкопать. Да. Думаю, что я сегодня еще не показал. Ай, разучился уже. Сейчас так не варишь? Да. 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 Пришла помогать? Помогать пришла, да? Какая-то. Да. 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 Продолжение следует... Проверяй, все ли там в порядке. Вот, друзья, сколько получилось у нас выкопать. В ящиках. Это я выкапывал, чтобы легче было завести копалку, чтобы не мешали цветы. Эти два ящичка я выкопал раньше, но их пришлось вымыть. Они были вообще очень грязные, в грязи. Не знаю, как они хранятся лучше, когда мытые или нет. Говорят, что мыть нельзя, но будем кушать их первыми. В крайнем случае. Так она выглядит красиво, помытая. Ну, это сейчас тоже, сейчас на солнышке подсыхает. Есть, конечно, экзюфляры впечатляющие. Это точно. Где-то грамм 800, это как минимум. Ну и, естественно, сердечко. Одно и второе. Как по заказу с супругой. Пали, каждому по сердечку. Ну, вот так. Ну, тоже думаю, ну, килограмм 400, 450, наверное, точно будет. В крайнем случае, больше, чем в прошлом году. Да, Рыжик? Рыжик пришел тоже смотреть, что тут творится, да? Ах, малыш. Ну, все, выкопали картошечку. Ну, вот, друзья, на этой позитивной нотке. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Такой красивой радуги я еще не видел. Успели собрать картошку. Более-менее подсохла. И пошел дождик. Ну и светит солнышко этому радугу. Субтитры сделал DimaTorzok